Едем в лес за грибами. Машин много на дороге, значит грибы пошли. Всем привет! Приехали в лес за грибами. Сейчас пойдем посмотрим. Грибов нету. Сказали нам, что грибов нету, но может нам удастся что-нибудь найти. Пойдем посмотрим. Ну вот первые грибы, которые я нашла. Похоже на опята, на опенок летний, но венчика нету. Возможно это ложные опята. Идем дальше. Уж у меня пошел в другую сторону. Рассчитывает, что грибов там больше найдет. Но я-то знаю, что здесь должны быть лисички. А вот и лисички. Смотрите, как они спрятаны. Вот. Очень трудно их увидеть, когда они в такой траве. Вот первые грибы, которые я нашла. Вот они все в траве. Их надо искать. Надо знать место. Лисички растут не везде. Вот такая опушка леса. На этом месте я каждый год собираю лисички. Ну вот они как раз. Вот видите, почти не видно в листиках. Лисичек на дороге продают очень много. Лисичек на дороге продают очень много. Лисичек на дороге продают очень много. Но тут их много. Вот спрятались лисички. Смотрите, вот они. Вот еще лисички. Вот они как раз тут. Ножки мы обрежем, чтобы лишний мусор не тащить. Ну уже так порядочно набрала я. Вот. Дешний мотор нам не нужен. Вообще, есть версия такая, что грибы надо срезать. На самом деле грибы надо выкручивать, а потом обрезать ножку, чтобы оставшийся кусочек гриба в почве не загнимал и не портил грибницу. На самом деле грибница может загнить. Ягода костеника. Большую часть ягоды занимает косточка. Она довольно-таки большая, а есть-то в этой ягоде совсем и нечего. Такого в моей практике еще не было, чтобы я пошла в лес, да не нашла грибов. Хоть немного, но всегда принесу. А вот кто-то резал под березовик. Значит, грибы все-таки есть. Вот это растение называется ликоподий. Плаун. А вон и лисичку вижу. Вот она. Сухие зрелые споры плауна оказывают болеутоляющее, противовоспалительное и антисептическое действие. Произрастает в основном в сосновых лесах. В нетрадиционной медицине применяется для лечения ран, ожогов, опрелости и обморожений. А также обладает мочегонным, болеутоляющим, слабительным, обволакивающим, спазмолитическим и мочегонным действием. Из ликоподия производят камеопатическое средство – ликоподиум. Свинушка. В последнее время гриб признан ядовитым, поэтому люди выбрасывают, не берут с собой. На самом деле гриб вкусный, сладкий. Всегда раньше собирали. Посмотрите, что я нашла. Вот они, первые мои грибочки хорошие, подберезовички. Вот один. Сейчас мы его сорвем. Маленькие. Вот один, а вот второй. Еще малюсенькие совсем, не такие грибочки хорошие. Вот в этом самом месте я их нашла. Вон муж идет. Наверное, полное ведро набрал. Полное ведро у тебя? Да. А? Конечно. Показывай. Супер. Где ты там ходил? А что ты нашла? Я подберезовики нашла, лисички, кучу. Тебе говорю, ты не туда пошел. На пушках надо искать. А не в лесу. Там сыра, там нет ничего. Они сейчас на высоких местах растут. Как приятно пахнет клевером. А вот еще один подберезовик. Этот уже побольше будет. Еще один вижу. Он в траве спрятался. Сразу и не заметишь. Еще один. Букет нарвал. Вместо грибочков. Ничего не нашел. Но букет зато собрал. А я еще три подберезовика нашла. Но побольше. Муж сидит там, плачется. Белых нету. Красных нету. А это что, не грибы, что ли? Просто нужно любить лес. Знать его. Знать, где могут вырасти грибы. Какие условия произрастания. Любит каждый вид. Тогда можно смело отправляться в лес. И искать свои грибы. Да, грибы есть, но все какие-то поганки. Не, это брать мы не будем. Идем дальше. Вот нашла дохвую сыроежку. Ну, раз есть поганки, должны же быть и хорошие грибы. Идем дальше. Посмотрим. Сухлянка. Это несъедобный гриб. Говорушка. Говорушка съедобный гриб. Но я его не возьму. Мы такие не собираем. Говорушка ворончатая. Малоизвестный. Пригодный к пищу. Но совсем невкусный гриб. После отваривания и удаления отвара его можно варить. Жарить, солить и мариновать. Спустимся в низинку. Посмотрим, что там. Пусто. Идем обратно. И снова лисички. А это вот какую большую я семейку нашла. Вон их сколько. Под елочкой лисички спрятались. Сыроежка пищевая переросла. Сыроежка пищевая переросла. Вроде хорошенький, чистый, молоденький. А это вешенка на березе. Сыроежка пищевая переросла. Ну какие красавцы. Березы. Музыка пищевая переросла. Будут попозже. Обычно здесь бывает много грибов. Надо ловить момент. Но все равно мы погуляли по лесу И цель нашей поездки была не сбор грибов А погулять на природе, в лесу Подышать свежим воздухом Ну и заодно, может быть, что-то мы и нашли существенное Но пока в этом лесу, в этой стороне грибов нету Еще не сезон Ну, в принципе, наша поездка удалась Погуляли, подышали, насладились природой Параллельно этой дорожке лесной идет шоссе Там на обочине останавливаются машины Сюда они проехать не могут Вон слышно, как по шоссе едут машины Эта дорожка с двух сторон перекопана Машинам сюда не заехать Поэтому здесь смело можно собирать грибы Очень много машин стояло на обочине Не знаю, приехали они за ягодами или за грибами Но в лесу, вот в этом, сейчас грибов нету Обычно их бывает очень много Но попозже Сейчас мы съездили на разведку Поедем сюда, когда откроется сезон Это конец августа Начало сентября Здесь очень много опят Очень много подберезвиков Вот в том лесу Подберезвики любят сырые места Много черноголовиков бывает Болотные подберезвики Здесь вот подосиновики обычно белые растут Но сейчас не нашла ни одного гриба Кроме нескольких штук подберезвиков Поэтому до следующего раза ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Что на шее показывает? Супер червевая сыроежка Маховик Ну, да Итого полное ведро будет своими грибами Ну, вот такое ведерко мы набрали Солянка выживательная Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин